А в Минздраве намерены ограничить права казахстанцев, не застрахованных в системе обязательного медстрахования. Главный врач страны пожаловалась депутатам, что СМС в момент запуска так и недополучила почти 3 триллиона тенге. А тут еще и 2 миллиона граждан отказываются вносить платежи. Такие могут не выдать водительские права. А вот насколько само государство исполняет свои обязательства в здравоохранении, узнал Бахтиар Даркеев. Модернизация первичного звена медицины сейчас ключевая задача правительства. Наглядно убедиться в этом можно было сегодня в Мажелисе. Там организовали целую выставку передовых технологий. Если в кулуарах парламента Мажелисмена все устраивало, то уже на самом заседании, главной темой которого стала система обязательного медстрахования, Минздрав больно укололи. Ежегодно увеличивается количество нарушений. То есть в прошлом году 3 миллиона, ежегодно увеличивается на 20-30%, особенно в прошлом году в два раза. 3 миллиона нарушений, 52 тысячи приписки на 20 миллиардов тенге. И по сути это воровство денег, это коррупция. При этом ФОМС выстроил такую систему, что сами определяют, кто оказывает лечебные услуги, сами готовят список, сами определяют цену, сами финансируют, сами проверяют и сами наказывают. Такой механизм работы Фонда обязательного медицинского страхования привел к тому, что у многих клиник, работающих в системе ОСМС, образовались долги перед банками. Сумма свыше 80 миллиардов тенге. А все потому, что ФОМС задерживает им выплаты по уже оказанным услугам. Поэтому частные больницы сейчас предпочитают работать с живыми деньгами. Брат, Жике клиника. Частная клиника заключила договор с Фондом обязательного медицинского страхования. Однако она не принимает пациента по системе ОСМС. В первую очередь принимает только тех, кто самостоятельно оплачивает услуги. Им кэш нужен. Речь в данном случае идет о сельчанах, потому что у районных больниц нет того оборудования, которое имеют частные клиники. При этом у жителей аулов, да и у других граждан, исправно удерживают деньги на ОСМС. А вот финансирование из бюджета власти, наоборот, сокращают вопреки закону. Депутаты подсчитали, что система медстрахования ежегодно недополучает сотни миллиардов тенге. Необходимо ежегодно, как минимум, выделять дополнительно порядка 500 миллиардов тенге. В следующем году пока мы в проекте этих средств, к сожалению, не видим. Поэтому президент дает очень важные, необходимые поручения. Президент оказывает очень большую поддержку, политическую поддержку, дает соответствующие поручения. Сейчас самое главное, чтобы эти поручения выполнялись своевременно и качественно. В Минздраве, к слову, уже нашли способ, как решить эту проблему. Причем, опять же, не прибегая к деньгам из бюджета. Финансово устойчивая система обязательного медицинского страхования они хотят укрепить вновь за счет денег казахстанцев. Всего в стране свыше 2,5 миллионов человек, находящихся вне системы. Так вот, их Минздрав предложил ограничить в правах водительских. Это опыт стран, международный опыт, что при получении водительского права или каких-то вот именно связанных со здоровьем, человек обязательно должен быть в системе получения медицинской помощи. Поэтому как предложение внесли, чтобы повысить ответственность людей за свое здоровье. Может, этот вопрос, предложение даже и не примется. Но мы говорим, что на сегодняшний день 2,5 миллиона человек вне системы, и они не охвачены полностью медицинскими услугами. Поэтому идут на сегодняшний день такое противостояние к системе ОСМС. Правительственный час в парламенте занимает, как правило, немного времени, но сегодня дискуссии между чиновниками и депутатами прилично затянулись. Тема оказалась поистине горячей. Больше 30 вопросов по самым разным направлениям работы Фонда обязательного медицинского страхования. В чем сошлись стороны, так это в том, что систему необходимо совершенствовать. Все озвученные сегодня предложения везут в единый документ, который впоследствии будет рассмотрен как членами Кабмина, так и самими парламентариями. Бахтия Даркеев, Наурис Базаров, Турген Бесимбаев, Иранбек Бегужаев. Жибек желаю.